всем привет хочу я поговорить сейчас на такую тему как отношения евреев и армян разные исторические периоды в разные эпохи давайте пробежимся вот по этим эпохам ну начнем в библейских времен там все таки все довольно таки просто отношений в общем-то не было ничего не задокументировано потому что просто евреи и армяне не пересекались особо посередине были ассирийцы и арамеи и поэтому принципе никаких контактов не было а вот в римскую эпоху и немного раньше такие контакты уже начали вполне себе создаваться во времена тиграна второго великого вместе кто курсы пусть меня поправит но мне кажется что это был тигран мэдс в ереване ему в честь него назван проспект тигран мэдс по которому даже иногда ступал когда был в ереване шагал по нему там вот вот и судя по некоторым источникам довольно таки и авторитетным тигран мэдс доходил до территории палестины до территории эры цисраэль земли израиля и даже взял плен какое-то количество евреев и привел их в армению и с тех пор образовалась там еврейская община и все было нормально никогда не было слышно каких-то там притеснениях евреев со стороны армян все было нормально вот никаких не было каких-то вот таких вот из ряда вон выходящих событий и даже вот книги фейхтвангера он так сказать его герой иосифу флавий говорит там беседую с римской императрицей что евреям в армении живется хорошо то есть этот это кстати вот где он не относится там в этом разговоре то есть он разговор ведется совсем на другую тему но вместе с тем и иосиф флавий сам понимаешь что это к теме не относится говорит о том что его интересует а его интересует так сказать еврейская диаспора и вот он говорит о том что евреям в армении живется хорошо вот потом был какой-то период довольно таки не очень понятный не о каждом веке есть какие-то вот упоминания как жили там евреи в армении где армяне пересекались с евреями в разных странах не о каждом веке есть такие такие вот упоминания вот и поэтому можно плавно перейти уже средние века а вот в средние века вполне себе образовались армянские диаспоры уже которые во многом пересекались еврейскими диаспорами можно упомянуть хотя бы три таких страны первая страна это персия персии были крупные еврейские общины были крупные армянские общины и был такой историк средние века которую звали аракел даврыжицы аракел даврыжицы надеюсь что правильно сказал аракел тивриски и вот он очень досконально и подробно описывает некоторые исторические события которые связаны с евреями ирана например он описывает очень подробно преследование евреев города исфаган на религиозной почве и последующую дискриминацию этих евреев вот и он описывает эти события в очень таком сочувствующем тоне по отношению к евреям очень так он за них переживает и болеет я несколько раз перечитывал даже удивлялся как он так вот душевно все описывает очень так сочувствующее относится там глава 33 главе 33 он упоминает историю о армян в исфагане а в главе 34 он уже упоминает историю евреев исфагане и те события которые там происходили в 17 веке во времена царствования шаха аббаса первого и шаха аббаса второго вот это первая страна и судя потому что вот я читал и в дальнейшем отношения между армянами и время были очень неплохими довольно такими дружескими и друг другу в общем-то помогали потому что так сказать и те и другие были положение таком довольно таки дискриминационным то есть и по отношению к армянам и по отношению к евреям применялись законы зиме законы ислама по отношению к иноверцам по отношению к неверным которые были то христианами либо иудеями теперь коснемся сирии сирии тоже жили что армяне что евреи у меня подробной информации к сожалению нет интересно было бы разобрать город например такой город как халеб или алеппу там была большая армянская община была достаточно большая еврейская община евреев в городе алеппу или же халеб было 17000 в сорок там третьем году двадцатого века армян было и того больше думаю тысяч 60 было и вот интересно как складываясь между ними отношениями между ними отношения сначала первую мировую войну когда армяне туда пришли большом количестве как беженцы из западной армении и как складываясь между ними отношения после 1948 года была объявлена независимость израиля и евреи халеба стали подвергаться жесточайшей дискриминации то есть там то погромы были то разные всякие И вот интересно, как между ними складывались отношения. Теперь коснемся Польши. В Польше в средние века была большая еврейская община, и армянская община тоже была, и не маленькая, но она постепенно ассимилировалась, потому что, насколько я в курсе, большинство из них либо просто опалячились и приняли католицизм, либо же приняли католичество, либо же приняли унию и стали армянокатоликами и тоже постепенно опалячились. Вот это такое довольно-таки темное пятно. Непонятно, как складываются отношения между армянами и евреями, например, во Львове в средние века, в поздние средние века, в 16 веке, в 17 веке, в 18 веке. Наверняка есть какие-то исторические источники, которые об этом говорят, но мне они как бы недоступны. Наверняка есть разные армянские историки, может быть, даже под фамилией Леха Ци, то есть польские поляки, которые об этом как-то упоминают, но ничего мне об этом не известно. Еврейские историки того времени тоже не особо об этом упоминают, насколько мне известно. Хотя надо копаться, иногда бывают очень интересные находки делаешь, как ни странно, очень такие вот, очень удивительные даже. Ну, если уже на то пошло, упомянем и Вторую мировую войну. Армян во время Второй мировой войны не трогали, это всем известно, в отличие от евреев. Немцы к армянам съездят, так сказать, нейтрально, скажем так. Не знаю, как складывались отношения у армян-католиков, у очень небольшой группы, которая все-таки еще оставалась во Львове, и у евреев в годы Второй мировой войны. Но я читал, что в городе Станислав, где каким-то образом сохранилась армянская община, там вроде бы евреев даже прятали армяне во время Второй мировой войны, потому что евреям довольно-таки часто легко сойти за армян и наоборот. Так, в Польше мы тоже коснулись. Теперь еще можно коснуться Османской империи, то есть самой Турции, то есть такого района, как именно Турции, то есть Константинополя и окрестностей, Стамбула и окрестностей. Там, я думаю, отношения были довольно-таки не очень хорошие между армянами и евреями, то есть между иудеями и христианами вообще, потому что турки часто хотели эти вот две религии столкнуть между собой и посмеяться над этим. И часто, насколько я читал, назначали главным экономистом то армянина, то еврея. И каждый раз смотрели, как эти вот две партии, партии, которые поддерживают еврея, и партии, которые поддерживают армянина, между собой, так сказать, бьются, так сказать, лбами. В плане того, что евреи, конечно, поддерживали на эту должность своего кандидата, это армяне своего кандидата, и частенько на этой почве создавались какие-то там неприязни. Вот, это то, что касается Турции. Насколько я знаю, такое вполне себе было. Вот, то есть я еще раз повторюсь, часто на экономические должности, там, министра финансов назначали то христианина, либо армянина, либо грека, то еврея. И вот на этой почве часто происходили распри и увеличивались неприязни. Так, я вижу, мое время записи заканчивается. Запишу я потом еще одну часть, которая будет касаться уже отношений в совсем современное время, в основном в СССР. Там как раз очень интересное явление сложилось. Об этом надо будет отдельно поговорить и посвятить отдельное видео этому. Пока что все. Хорошего дня.